Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Потрясающая диаграмма, которая показывает, как все напечатанные деньги идут прямиком в капитализацию цен на активы, а не в экономику в целом. Чем больше они налегают на количественное смягчение, тем хуже скорость денежной массы. Скорость денежной массы – это количество раз, когда единица валюты меняет руки в течение определенного периода времени. То есть, фактически, это скорость циркуляции денег в экономике. Понятное дело, когда ее график выглядит вот так, как эта синяя линия на диаграмме, это отображает плохое состояние дел в экономике и инфляцию фиатных валют. Поэтому Престон и задает вопрос, а есть ли у тебя биткоин? Интересно то, что количественное смягчение, которое банки агрессивно практикуют и наращивают, в том числе вызвано и тем, что пишет Джефф Бус. Он говорит, и все это предсказуемо, потому что центральные банки бьются в проигрышной войне с технологиями. Также он прикрепил вот этот скриншот, в котором сказано, единственное, что сейчас побуждает экономику расти – это легкие кредиты и долг. Если это является единственным способом, то можем ли мы честно говорить о действительно еще работающей экономической модели, в которой мы живем? Выходит, не только лишь технология может расти экспоненциально. Единственный способ, как мы можем заставить экономику расти и бороться с эффектом экспоненциальной технологии в рамках существующей системы – это позволить долгу расти также экспоненциально. А это означает только одно – фиатная валюта продолжит терять ценности и рано или поздно схлопнется. На этом графике мы видим мировые резервные валюты, существовавшие с 1250 года. Какие только валюты не успели побывать мировыми за это время, точно так же, как и доллар сейчас. Все они перестали быть мировыми резервными, и многие потеряли по 99% покупательной способности, а некоторые погибли навсегда. Подытоживая, я могу задать только лишь один вопрос, почти такой же, какой задавал Престон. Как можно не держать биткоин? Кстати, насчет биткоина, сегодня я хочу быстро пройтись не только по некоторым хорошим для него новостям, но и показать сигналы, указывающие на то, что уже июль этого года может стать для него взрывным. Но не забывай, что это ни в коем случае не финансовый совет, а просто рассуждение рандомного парня в интернете, который к тому же является наглухо отбитым биткоин-фанатиком. Если тебе нравится такой контент, не забудь поставить лайк, я очень старался над этим выпуском, мне всегда очень приятно, каналу помогает расти. Для начала я хочу поделиться с тобой вот этим графиком. От трейдера и рыночного аналитика биткоин Джек Спарроу. Этот график основывается на анализе по волнам Эллиотта. Сам Джек Спаров комментирует его так. В дополнение к своему вчерашнему твиту, я думаю, что коррекция 65 тысяч долларов до сегодняшних отметок это четвертая волна по Эллиоту, которая уже подходит к концу. По Эллиоту следующая пятая волна должна быть растущей. Ребята, от себя добавлю, что третья волна по Эллиоту всегда самая длинная, поэтому пятая должна быть короче, чем вот эта третья. Также на канале Биткоин Фэмили мы можем найти похожий анализ по волнам Эллиота. Здесь объясняется более конкретно, каким диапазоном подойдет окончание пятой волны. И это диапазон от 120 тысяч до 165 тысяч долларов. Кстати, план Бес его моделью Stock-to-Flow Ratio предполагает приблизительно такие же отметки. Теперь давай пробежимся по индикаторам, которые дают очень позитивные сигналы для биткоина. Это индикатор, который называется Stablecoin Supply Ratio. Что он показывает? Он показывает соотношение между капитализацией биткоина и стейблкоинов. Грубо говоря, отображает покупательную способность стейблкоинов. Если этот индикатор низкий, это означает, что стейблкоины имеют большую покупательную способность и могут выкупить больше биткоинов. Это можно рассматривать как бычий сигнал. На самом деле достаточно просто это понять, если разобраться. Сейчас этот индикатор достиг своего дна вот здесь. Последний раз это было в октябре 2020, но сейчас мы даже ниже, почти достигли уровней марта 2020, когда коронавирус обвалил биткоин и другие рынки. Таких просадок с 2018 года было всего 4. И если проанализировать их все, то мы заметим, что после них цена биткоина росла здесь, здесь то же самое, и здесь, и наконец-таки крайний сигнал появился прямо сейчас. Исходя из истории, это позитивный сигнал для биткоина. Этот график отображает потоки биткоинов от или к ликвидным холдерам. Сейчас он снова красный, а это означает, что долгосрочные инвесторы снова накапливают биткоины, выводят их с бирж и тем самым уменьшают доступные предложения биткоина. Если этот тренд продолжится и впредь, он может и не продолжится. Но если он продолжится, то это будет позитивно для цены биткоина. Вильям Клименте поделился индикатором Sopper. Его еще называют коэффициентом прибыли. Он отслеживает полученную прибыль при продаже монет. Проще говоря, отображает, продавали ли холдеры в убыток или в профит свои монеты. Как только этот индикатор снижается до единицы, это означает, что продавцы продали все, что могли. Поэтому давление продаж снижается, что и открывает дорогу к росту. Но здесь есть один нюанс. Если этот индикатор падает ниже единицы и держится там, это означает, что большинство трейдеров и инвесторов продают в убыток. А это уже начало медвежьей фазы. Климента подчеркивает двойное дно по этому индикатору, при этом каждый минимум еще и повышается. Также он заметил бычью дивергенцию на графике биткоина и, наконец, самое главное, то, что этот индикатор второй раз пытался пробить единицу вниз, но у него это не получилось, и он стабилизировался выше единицы. Это самое главное. Это показывает на бычий сигнал по этому индикатору для биткоина. Известный биткоин-аналитик Филипп Свифт поделился анализом модели Stock-to-Flow Ratio для биткоина. Он пишет, что уже достаточно долго цена биткоина находится ниже линии модели Stock-to-Flow Ratio. Осциллятор дивергенции, который показывает, как долго цена биткоина расходится с ценой по модели Stock-to-Flow в нижней части диаграммы, я выделил оранжевой пунктирной линией и показал стрелками сопоставимые с сегодняшней ситуацией исторические периоды биткоина. Каждый раз в такие моменты цена биткоина сильно отскакивала. И действительно, посмотри сам. Вот здесь цена биткоина отскочила. Вот здесь цена биткоина отскочила. Вот здесь цена биткоина отскочила. И вот теперь точно такой же сигнал, который указывает на отскок цены биткоина уже здесь. Следующий индикатор и вовсе находится на уровнях мартовского краха 2020-го, когда биткоин потерял более 50% цены за считанные часы. Он называется Bitcoin Entity Adjusted NVT. Эта метрика отображает отношение рыночной капитализации биткоина к передаваемым объемам его сети. Если что, вот эта линия – это цена биткоина, а оранжевая линия – это как раз таки эта метрика. Простыми словами, этот индикатор позволяет понять экономическую пропускную способность биткоина и на ее основе предполагать недо- или переоцененность главной криптовалюты. Лекс Московский пишет, комментируя этот индикатор, биткоин, исходя из этого индикатора, сильно недооценен по сравнению с его экономической пропускной способностью. Такой же недооцененный, как во время краха в марте 2020-го года. Точно такая же история сейчас повторяется. Это, кстати, не единственный индикатор, который отображает такой же позитивный для биткоина сигнал, как и во время падения в марте прошлого года. Этим графиком поделился Эндрю Кардин Холдл Биткоин. Здесь нас интересует только цена биткоина и вот этот индикатор. Нижний мы не будем рассматривать. Здесь мы видим разницу между RSI, индексом относительной силы, и MFI, индекса денежного потока. Их используют в техническом анализе для измерения давления продавцов и покупателей на рынке. Сейчас разница между RSI и MFI находится на таком же низком уровне, как и в марте 2020-го года. Мы видим, что тогда это привело к восстановлению цены биткоина. Посмотри, вот этот сигнал и вот, когда он случился на графике цены биткоина. Что было потом? Был рост. Точно такой же сигнал отрисовался прямо сейчас. Теперь я хочу показать тебе огромнейший файл, он реально огромный, на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это месячный отчет об инвестициях от Morgan Stanley, крупнейшего инвестиционного банка. Я долго копался в этом документе и нашел вот это. Это очень интересно. Еще раз напомню, это месячный отчет об инвестициях, то есть отчет об инвестициях за этот месяц от Morgan Stanley, крупнейшего инвестиционного банка. Оказалось, что за этот месяц банк купил 28 289 акций биткоин-траста Grayscale. Проще говоря, инвестировал в биткоин с помощью Grayscale Bitcoin Trust. Причем в том месяце, когда индекс страха и жадности находится на отметках экстремального страха и все абсолютно боятся биткоина. Вот так-то, по-моему, это очень хороший признак для биткоина. Дальше пройдемся по интересным новостям, которые могут повлиять на биткоин в хорошем смысле слова. Arkinvest подала заявку на создание биткоин-ETF в Соединенных Штатах. В Америке все еще нет биткоин-ETF, а это значит, что в какой-то момент он все-таки будет одобрен, что сделает доступ к биткоину проще, а значит и деньги в биткоин можно будет легко и безопасно вложить. А именно это и любят институционалы и крупные игроки, так что это тоже большое событие. Будем надеяться, что его одобрят. Очень интересная информация от Энтони Помплиано. Индийцы сбрасывают золото за биткоин и криптовалюты. Биткоин заменяет золото в качестве средства сбережения. Забавно, что так называемый запрет биткоина от правительства, который они потом сняли, наоборот привел к увеличению спроса на биткоин в Индии. Это действительно так, я проверил. Это видно на вот этом графике. Здесь можно наблюдать, как месячные вливания в криптовалюту в Индии растут. Несмотря на неопределенность нормативно-правового регулирования, индийские инвестиции в криптовалюту выросли с 200 миллионов долларов до 40 миллиардов долларов за последний год. Так что индийцы не боятся. Интересная статья вышла на сайте fortune.com под названием «Почему криптовалюта, скорее всего, взорвется снова в июле месяце». Илон Маск и Джек Дорси, два крупнейших лидера мнений в сфере криптовалют, обсудят биткоин перед аудиторией 21 июля 2021 года. Об этом они договорились публично в Твиттере. Я думаю, это событие потенциально может дать толчок рынку. Возможно, они будут обсуждать и способы сделать биткоин более зеленым. Ведь, как мы помним, Илон Маск заявил, что Тесла начнет снова принимать биткоины, как только это случится. А Джек Дорси, со своей стороны, уже не раз говорил, что биткоин, наоборот, зеленеет с каждым днем и способствует развитию безопасной энергетики. Кроме всего этого, как я говорил вчера, третий по богатству человек в Мексике собирается не просто покупать биткоин и держать его следующие 30 лет, но и работает над тем, чтобы его банк стал первым в Мексике, который будет принимать биткоины. Это тоже очень масштабно для криптовалют и биткоина, в частности. Если ты не видел этот ролик, я оставлю ссылку на него в описании. И, наконец, мы часто говорим про обновления в альткоинах. Но теперь мы узнаем и о первом обновлении биткоина за последние 4 года. Да-да-да, это первое обновление биткоина за последние 4 года. Оно называется Taproot. За счет него транзакции биткоина станут еще более конфиденциальными и эффективными. Эффективными, значит, более быстрыми, более дешевыми и, наконец-таки, менее энергозатратными. Ключевой особенностью этого обновления будет раскрытие потенциала смарт-контрактов для биткоина. Это очень серьезное обновление для главной криптовалюты, которое добавит биткоину целый ряд функций и способов использования. А значит, он приобретет еще большую полезность и ценность. И, скорее всего, его курс за счет этого тоже вырастет. Так что будущее биткоина выглядит очень-очень солидно. На этом все на сегодня. Буду рад лайку. Я очень старался над этим выпуском. Мне будет приятно. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайся на канал, телеграмм, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Богатей.